Здравствуйте, я Марина Смарагдова. И сегодня мы обратимся к тому времени, когда в Ярославле начинают массово появляться комплексы жилой застройки. 30-е годы прошлого века. Именно в это время в Ярославле отрабатываются новые принципы городской среды. Какие, сейчас узнаем. Самый заметный, поскольку центральный, комплекс зданий, фланкирующий или оформляющий одну из главных исторических площадей – советскую. Здесь особенно заметны концептуальные искания эпохи. Новый облик города рождался в муках, исканиях, находках. Проект был создан в 1929 году, почти 100 лет назад, а заказчиком выступило «Жилищно-строительное кооперативное товарищество специалистов вперед». Руководили проектом инженер Федоров и архитектор Князев. В это же время в Ярославле строится несколько жилых комплексов. Вот деревянные дома для рабочих тормозного завода. А это проект застройки 50 зданий для жилищного кооператива «Красная связь». Каменные дома в то время мало отличались от деревянных. Самым заметным до сих пор остается поселок имени Бутусова. Замечательно, что в конкурсе проектов приняли участие 98 работ. А еще один образец социалистического строительства стал жилой комплекс для работников резина асбестового комбината на проспекте Шмидта, теперь Ленина. Это 14 домов плюс фабрика кухня, детский сад, школа ФЗУ, бани прачечные и клуб «Гигант». Заметим, что после мятежа 1918 года Ярослав представлял печальное зрелище. Поэтому нужно было строить. Тем более, что население города увеличилось с 73 тысяч до 280 к 20-м годам 20-го века. Архитекторы решали несколько задач. Нужно было организовать большой квартал, ограниченный Советской улицей, улицей Волково и Народным переулком и создать благоприятные условия для проживания. Было принято просто гениальное решение построить не одно, а целых три здания с системой уютных двориков, со спортивными и детскими площадками. Фронт застройки должны были разбить зеленые скверы. Планировались и здания общественного назначения, прачечные, котельные, детский сад. Идея раскрепощения женщин от домашнего труда находила понимание и в архитектуре. Но, как говорится, гладко было на бумаге, но забыли про овраги. Прямоугольное решение секции было решено несколько разнообразить смещением относительно друг друга. Так удалось избежать монотонности. При этом лестничные клетки обращались то на улицу, то во двор. Две квартиры на площадке, трех- и четырехкомнатные, были даже пятикомнатные. Планировка однотипная. Все комнаты выходили в прихожую. В ваннах естественное освещение, в стенах кладовые. Здания подключались в общую городскую сеть канализации и водопровода. На первом этаже планировалось разместить собственную котельную. В те времена модно было уровень первого этажа оштукатуривать набрызгом. Четвертый окрашивался в более светлый тон, чтобы придать постройке воздушность. Планы, однако, корректировали соразмерно экономическим возможностям. В итоге от котельной отказались, вместо трех домов построили только два. То, что мы видим сегодня, было окончательно завершено к концу 30-х годов. В этом здании наглядно отразились два этапа развития отечественной архитектуры. Время было бурное, все стремительно менялось, но архитекторы пытались и находили гармонию между красотой и пользой. До встречи на городском!